Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Это будет вторая часть видео о пяти пустых баночках, пять использованных продуктов парфюмерии, которые мне, наверное, не нравятся, да, наверное, так. Итак, не буду очень долго углубляться в свои какие-то рассказы, потому что рассказывая вам об этих парфюмах, я все равно очень много болтаю. Итак, я продолжаю из своего волшебного мешка доставать парфюмы, которые мне не нравятся, и давайте, как бы, опускаю туда снова руку. Так, что я достаю? О, я достаю Endless Love от Victoria's Secret. У меня уже был обзор на эти продукты, я крайне разочарована. В том ролике я, помню, даже упоминала такие понятия, как пахнет пробухавшим помещением, и я от своих слов не отказываюсь, да простит меня марка Victoria's Secret. Данный аромат цветки апельсина и иланг-иланг, ну, вот по мне они пахнут просто отвратительно. Даже вот камера даже не хочет такое снимать вообще. Посмотрите, что творится. Вот, снимай. Пахнет просто отвратительно. Первый за тест приятно, да, пахнет яблоней. Но потом этот запах переходит в запах вот такой дешевый какой-то настойки непонятной. И я даже не могу этим душить белье. Мне вот, например, Катя Кейтлайн говорит, ну, ты можешь в туалете брызгать. Мне, честно говоря, в туалет даже свой не захочется возвращаться, когда там так пахнет. Не знаю, под какой вообще звездой я купила данные ароматы. Вот, еще раз делаю вывод, что как бы без Кати мне не стоит ходить в парфюмерные магазины, потому что я там начинаю что-то творить вообще дикое. И вот этот вот парфюм, спрей для тела, это тому подтверждение. Мне он очень не нравится. Так, следующее, что я достаю. О, следующее, что я достаю, это тоже парфюм от Ariflame. Это у нас Jennifer Lopez. Парфюм называется Love and Glamour. Вообще, на самом деле, мадам Лопес для меня такая странная женщина, потому что у меня был в жизни период, когда я дико ей просто восхищалась, она мне очень нравилась. Ну и, в принципе, сейчас как бы она мне тоже достаточно приятно, молодец. Женщина такая, как это называется, типа self-made woman, сделавшая себя женщиной, молодец. Что касаемо парфюмов. Я считаю, что у нее было всего два, на мой взгляд, удачных парфюма. Это Leaf Luxe, который мужчины называли исключительно как освежитель воздуха в туалете. Я не знаю, почему. Вот, но мне он нравился. И еще один хороший ее парфюм, это, конечно же, не Glow, стил. Стил. Всем известный стил. Мне кажется, многие девчонки он перебывал. И когда, в общем, я выбирала себе, что мне попробовать из Reflame, я увидела, что у них есть парфюм от Jennifer Lopez. Думаю, ну как же я лобста не поддержу, не возьму. Думаю, надо взять. Взяла. Что хочу сказать. Дешевый парфюм. Он напоминает немножечко ее парфюм Glow, который был синий, такой водный. Запах достаточно свежий. Немножечко пудровый, немножечко переспиртованный. Мне кажется, здесь есть что-то из разряда орхидеи и так далее, но очень дешевое послевкусие. Я не знаю, как это объяснить, но вот пользоваться и обливаться им не хочется. Люди на него не обращают внимания, мне с ним некомфортно. Вот пахнет какой-то дешевочкой. Честно говоря, вообще не ожидала такого для меня личного провала от Mademoiselle Lopez, потому что в основном мне ее парфюмы в целом нравились. Здесь, ну вот совершенно не мое по описанию, получалось, что это такая хорошая замена стилу, но не сложилось. То есть вот целиком стоя, пользоваться не могу, не хочу и не знаю, что с ними делать. Так, следующее, что я могу показать, о, вот это мне, это, кстати, такой из любимых парфюмов. Это у нас Марина де Бурбон, был у меня целый ролик о Марине де Бурбон, где мне еще сказали, что этот ролик абсолютно рекламный, потому что ни один здоровый человек никогда не будет покупать себе парфюмы по описанию. Так вот я вам могу сказать, что я больной человек, я покупаю парфюмы по описанию, потому что наши сети, всем известные, привозят абсолютную пластилиновую жвачку для всех, и заходить и видеть в очередной раз Шанель номер 5 мне скучно. Я лучше потрачу денег, но выберу какого-то дизайнера, который мне близок, который мне нравится, да, у которого в духе я пользовалась, куплю себе по описанию их парфюмов, и буду себя прекрасно чувствовать. Ну, это лирическое отступление. Парфюм Лис. Оригинальный это Лис, без всяких там, это туалет и так далее. Просто Марина де Бурбон Лис. Моему мнению, на мой вкус, это ее самый удачный запах. Самый удачный, потому что все, что у меня есть от нее другое, я раздала маме, ее подругам там и так далее. Парфюм Лис. У меня здесь осталось очень мало, но вот почему-то я им не пользуюсь. Как-то он у меня уже в последнее время не идет. Очень приятный, дорогой, роскошный запах. Для меня, вот по своему ощущению, он напоминает чем-то старый-старый запах от Живанши, от Кутюр. Сладкий холодок, без засахаренности, непонятно чем пахнет. Скорее всего, это какой-то цветок. Я специально не готовлюсь к своим роликам и не читаю там пирамиду аромата, это все равно ничего не дает полезного. Взрослый запах, не девичий. Взрослый, нормальный, такой хороший женский парфюм. Очень стойкий, очень шлейфовый, очень обращающий на себя внимание. По аромату он больше похож на селективную парфюмерию, нежели на плоскую химическую. Поэтому советую. Вот из Марина де Бурбон, все, что у нее есть, обратите внимание именно на ее лис, который вот самый обычный. По-моему, он так и называется. Даже не Оде Лис, а просто лис. Потому что есть облегченная серия, она мне совершенно не нравится. Вот этот вот очень хороший запах. Просто я его немножечко уже пережила, перестрадала, и мне не очень интересно им пользоваться. Поэтому вот он отправляется немножечко в помойку, да, потому что, ну, вот просто уже надоело, и занимает место, и последний год я к нему не притрагивалась. Так, что вам следующее показать? О, следующее, это будет еще один парфюм от Арифлейм, который я тоже назову невкусным. У него очень красивая упаковка. Это был один из таких дорогих ароматов Арифлейма. Называется он Paradise. Я, честно говоря, не знаю. Может быть, конечно же, конечно же, видит, какая у него красивая крышечка золотая. Вот, то есть, вот, выглядит он здорово. Конечно же, обидеть художника может каждый. Мы сами знаем, когда нам, блогерам, пишут негативные какие-то слова, мы очень обижаемся. И я понимаю, что когда я говорю о каких-то ароматах плохо, я тоже обижаю марку, я обижаю, там, создателя аромата. Но ароматы это очень индивидуально, поэтому это только мое мнение. Может быть, вам этот запах понравится. Здесь определенно есть какой-то, как это называют, или розовый перец, или что-то такое. Запах сладкий, перченый, немножечко пудровый, но вот в основном присутствует вот этот вот перец, от которого сразу хочется прокашляться, откашляться. Запах на теле начинает жить своей какой-то жизнью, он начинает как будто бы разгорячаться как-то, и вот этот перец выходит абсолютно на первый план, и начинается вот такое першение в горле. Не пошел. Хотя описание у него было просто какое-то дико фантастическое, и мне казалось, что это просто вот парфюм всей моей жизни, и мне он должен прямо супер-пупер подойти, но, к сожалению, не мое. Так, давайте сейчас что-нибудь еще вам выберу. Так, давайте, наверное, выберу вам вот такой вот аромат от марки Новая Заря. Это очень старый их парфюм, перевыпущенная версия, который называется Одескифов. Мне мама рассказывала историю об этом парфюме, что с ней на курсе училась девочка, которая продалась этим парфюмом, и от нее постоянно очень сильно пахла. У меня мама тоже фанат таких ярких запахов. Вот, и она мне говорит, ой, поедешь, если в Новую Зарю, если там будет Одескифов, возьми. Интересный аромат. Интересный аромат, но мне он почему-то в итоге чем-то не подошел. Он с меня очень быстро слетает. То есть все-таки вот эти вот обновленные версии в Новой Заре, они, конечно, совершенно не обладают никакой стойкостью. Это какая-то даже не парфюмерная вода, а какая-то просто вакханалия. Взрослый, грубый, тяжелый, воинственный запах, я бы его назвала. Ощущая этот парфюм, мне почему-то представляются сразу такие женщины лет 60-65, которые посещают всякие театральные постановки. Они увешаны, знаете, такими полудрагоценными камнями, а-ля там Малахит, вот, и вот что-то такое. Хотя в мое какое-то такое немножечко плохое-воинственное-ненавидящее людей настроение, мне этот аромат в принципе нравится. но сейчас у меня период какой-то такой, знаете, немножечко меланхолии, такой вот какой-то просыпающейся женственности. Вообще очень странно, наверное, слышать от человека 25 лет, что у него там просыпается какая-то женственность, но вот я себя сейчас чувствую именно так. Мне сейчас важны какие-то такие цветочные, приятные, радующие запахи. А вот этот запах, он почему-то меня настраивает на какую-то такую воинственную ноту. Хотя запах очень интересный, но определенно это запах не моей целевой группы, да, там девочке 10-20 лет. Наверное, это не для вас. Вот 25 плюс может быть, но мне он почему-то вот как-то несколько раз я им попользовалась, как можете видеть, здесь прям совсем-совсем мало я вам попшикала. Слишком я с ним какая-то, знаете, такая мымра, идущая тяжелой поступью на работу. Вот не знаю, как это объяснить. Поэтому отправляется он у меня на вылет, как бы, да, шоу на вылет. Благо он стоил очень дешево, что-то порядка там 200 рублей, но за 200 рублей аромат крутой. То есть если вам он просто понравится, это вообще просто no comments. то есть я, например, вот эти запахи могу легко отнести к заменам вот таких вот парфюмов от Ariflame, которые стоят там чуть ли не под двух, да, здесь 200 рублей пахнет интересно, ярко. Но главное, чтобы просто вот этот запах вам подошел. Вот, девчоночки, вот такие у нас сегодня были ароматы. Надеюсь, вам было интересно. Приступаю к съемке третьего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok